Школа активного гражданина – проект уникальный в своем стиле. Особенность таких уроков в том, что вместо учителей знаниями делятся известные люди – политики, депутаты, спортсмены. Так, в третью гимназию пришел главный человек в городе – мэр Александр Студнев. Вначале немного о себе. Школа, университет, работа, руководящие должности и переезд в Бобруйск. Ребятам интересен буквально каждый шаг в жизни гостя. Ну а за главной темой разговора стала дата 2 апреля – День единения народа в Белоруссии и России. Понятно, только ей не ограничились вопросы на любой вкус. Что помогло вам добиться успеха? Труд именно с этого все начинается. Я уже вам сказал, наверное, вы уже просчитали. 1994 год, именно лихие 90-е, они были такие непростые. Мы немножко уже по старшей поколении это прекрасно понимаем. Вот именно когда мы говорим и про право выбора, где учиться, именно работы, было, конечно, непросто. Мы даже когда уже учились, когда я закончил, учился в техникуме, даже в выходные дни, имея определенные уже квалификации как строителя, определенного каменщика, по выходным ходили на стройку и подрабатывали. Спросили ребята и про итоги 6-го Всебелорусского народного собрания. Например, кто должен стать локомотивом развития страны? Ответ председателя лаконичный – молодежь. Вопросы звучали и о хобби Александра Студнева – семейных традициях, друзьях, любимых фильмах. Ближе к завершению разговор из официального перешел в разряд дружеской беседы. Длился он больше двух часов. В конце председатель пожелал ребятам быть уверенным в себе и во что бы ни стало добиться всех целей. Ведь дорогу оселит идущая. Сегодняшнее такое общение я вот и для себя определенные выводы сделал. Уверен в том, что надо, наверное, это во-первых тиражировать, а второе – надо общаться больше с ребятами, с молодежью. Потому что такой креатив, такой запал. Я вам хочу сказать, что эти два часа пролетело так незаметно, что я для себя даже на определенные вопросы, которые они задали, мне было на самом деле интересно, даже приятно вспомнить. В общем, вас могут звать в любую школу, вы обязательно придете. Да, я готов. От бизнеса до политики вопросы звучали не по-детски серьезные, но ведь в нелегких дискуссиях и формируется гражданская позиция. Мне было очень интересно услышать ответы от, ну, как бы, человека более старшего возраста, и о том, что он думает по заданным вопросам. Они были не только, как бы, политического характера, но и личного, о личных качествах, о том, что важно людям и что нужно ценить. И это было не только как познавательно в плане города, в плане ее истории, но и в плане каких-то внутренних качеств человека, которые стоит приобрести и сохранить в себе. Шаг – это не учебник, а уроки жизни. Ведь ребятам, как и многим людям, нужен правильный пример. Максим Кеммель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.